Знаю, где кормят, где раздевалка. Без зарплаты, да. Там пока не бьет. В Лидовом дворце спорта он почти освоился. Чешский специалист Ян Захарла возглавил «Кристалл» несколько дней назад. Он стал первым тренером-иностранцем из дальнего зарубежья за всю историю саратовского хоккея. С командой чех уже нашел общий язык. Тренер говорит по-русски, поэтому переводчик не требуется. В Саратове Захарла пока все устраивает. Главной проблемой на сегодня оказалось найти подходящий тренировочный костюм. Администраторам команды в срочном порядке пришлось шить одежду на заказ. Моя точка зрения на хоккей так, как сейчас в мире, потому что сегодня все играется перед воротом и по углам уже хоккей не играется. И я бы хотел ребятам сказать или показать, или выучить их, чтобы все играть до ворота, потому что здесь делается результат. По своей дебютной игре в качестве наставника «Кристалла» Паньян много гримасничал, часто загрязывал в блокнот и кричал. Его подопечные уступили 2-5, но тренер и руководство клуба оптимизма не теряют. Меняя тренера в середине сезона, это в любом случае пожарный вариант, который тренер должен, приходя в команду в середине сезона, должен обладать качествами как раз вот кризисного менеджера, может быть, кризисного управляющего, потому что ломать ничего нельзя, и надо потихоньку аккуратно строить то, что есть. Работать Чех будет до конца сезона. Главная задача – вывести команду в плей-офф и пройти как минимум один раунд. Сделать это будет не так-то легко. Сейчас «Кристалл» занимает последнее место в дивизионе, но, похоже, чешский тренер знает, как исправить ситуацию. Павел Фитилев, Роман Базан, Олег Буланов. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова